Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Наталья Горбачёвой. Сегодня я буду варить витаминный компот из ягод и свежих трав. Из трав я собрала одуванчик и крапиву. Они сейчас очень молодые и нежные. Одуванчик я собираю до его цветения. У крапивы ещё тоже пока очень молодые побеги. Но я всё-таки, пожалуй, удалю стебелёк и оставлю только листья. Траву я взвесила и у меня получилось в общей сложности 50 г. Но взвешивать её не обязательно. Достаточно собрать 2 горсти. Горсть одуванчика и горсть крапивы. Теперь траву я хорошо промою. Траву я мою в чашке, а затем перекладываю её в дуршлаг. Чтобы песок, частички почвы оставались на дне чашки. Я так делаю несколько раз, пока вода не становится чистой. Чистую траву я оставлю в дуршлаге. Кроме травы в моём компоте будет ещё малина. Летом, конечно, используются свежие ягоды, а весной замороженные. Здесь можно попутно решить дополнительную задачу по освобождению морозилки от зимних запасов. Малину я обычно беру 2-3 горсти. Количество ягод зависит от вкуса. Вместо ягод подойдёт и варенье. В этом случае в компот не придётся добавлять сахар. Траву и ягоды я сложу в кастрюлю. Залью холодной водой и поставлю на огонь. Вода начинает закипать. В это время можно положить сахар. 2-3 столовые ложки или по вашему вкусу. Вместо сахара можно использовать мёд. Но его стоит добавлять в уже остывший компот 1 чайную ложечку на чашку. Компот закипел. Я перемешаю ягоды и траву. Закрою кастрюлю крышкой. Выключу огонь. Я оставлю компот на 2-3 часа. За это время он достаточно остынет и настоится. Приятного вам аппетита! Простой и полезной пищи! Если вам понравился этот рецепт, поделитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь. А все текстовые рецепты можно почитать на сайте едемкашу.ру Продолжение следует...